Величественно и спокойно проходит над головами зрителей ульяновский гость авиасалона, опытный лайнер сухой суперджет 100 с саблевидными законцовками крыла. Покрашен самолет за несколько дней до Макса на предприятии Спектр Авиа. В целом, по традиции, летная программа авиапраздника поражает не только количеством летательных аппаратов, но и эксклюзивностью. Среди инноваций Макса этого года, которые будут интересны и специалистам, и зрителям, актуальные и перспективные разработки для беспилотных комплексов, для малой и деловой авиации, а также такие прорывные проекты в сфере гражданского авиастроения, как магистральный самолет МС-21, вертолеты Ми-38 и К-62. А вот и он, новейший среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-300. Закладывает вираж и уходит в набор высоты над аэродромом Жуковский. На Максе 2019 состоялась мировая премьера лайнера, в кооперации по созданию которого значатся несколько ульяновских предприятий. Например, так называемое «черное крыло» создает аэрокомпозит. Предприятие проводит работы в рамках проекта МС-21 в части изготовления композитного крыла. На предприятии впервые в мировой практике авиастроения применен метод вакуумной инфузии для создания крупногабаритных элементов крыла самолета из полимерных композиционных материалов. Технология, разработанная специалистами аэрокомпозит, позволяет создавать длинномерные композитные конструкции высокой степени интегральности за один технологический цикл. Новинки в небе, новинки на земле. По традиции, больше всего внимания гостей приковывают к себе новшества российской военной авиации. По линии Рособоронэкспорта на МАКС приглашено 120 делегаций из 65 стран мира. Параллельно на МАКСе стартовал Future Hub, вузовская наука и авиационно-техническое творчество молодежи. Конгрессно-выставочное пространство дает возможность молодым ученым и инженерам продемонстрировать инновационные научно-технические разработки, учебные программы и образовательные проекты ведущих аэрокосмических вузов. Здесь же эксперты обсуждают проблемы привлечения молодежи в авиацию и космонавтику. Ребятки очень умные, они долго работали. Некоторые у нас ездили на мероприятия в Екатеринбурге, недавно вернулись из Королёва. То есть, так скажем, география обширна. И они представили, ну вот, мы некоторые проекты рассказали, дети Сергею Ивановичу ознакомили. То есть, это проекты будущего. Здесь мы смотрим, что у него есть такой, такой вот, взяли, посмотрели в него, там, выдумали его, положили в него. Здесь очень-очень серьезно, как я сейчас разговариваю, смотрим, человек, ну, там был новый МАКС-оплодок, который, так сказать, у него мотивация увеличена. И мы уже достаточно хорошо продумали, но мы не на этом смотрим, слушаем, читаем. Не успел начаться МАКС-2019, а уже известно, что авиационная тема получит свое продолжение в Ульяновске. 29 августа делегация немецких предпринимателей примет участие в круглом столе на тему «Немецкие технологии в области гражданской авиации», где специалисты расскажут о последних разработках в области авиастроения, а также о новых проектах в отрасли.